Действительно, очень много такого кривого зеркала, но вот хотя бы, да, антифашистский конгресс. То есть руководитель абсолютно фашистского государства, который по всем критериям, которые еще Умберто Эко написал о фашизме, соответствует этим требованиям, говорит о каких-то русофобии и каких-то зародышах фашизма, явно намекая на Украину и, возможно, другие страны. Но, в общем, какие-то все равно реакции из страны кривых зеркал мы должны получить в международном сообществе. И вот как отреагируют на этот мир, давайте как раз и обсудим. Константин Машавец, военный эксперт, координатор группы информационной сопротивления сейчас с нами на Фридоме. Константин, доброе утро. Ну, давайте начнем вот с главного вопроса, которым хвастался Путин. Путин очень много оружия, которое аналогов в мире не имеет, и вот им Путин готов делиться со своими партнерами. Расскажите, что из этого правда, а что нет. Ну, я не знаю. Определения в такой сфере, как вооружение и военная техника, использования термина аналогов нет. Но это, скажем, очень смелое заявление, скажем так, в кавычках. Вот, со стороны военно-политического руководства Российской Федерации. Да, действительно, в Российской Федерации в течение, скажем так, последнего десятилетия, полтора десятилетия, ввелся целый ряд научно-исследовательских работ в области вооружений. Вот, в таких ключевых сферах. Вот, были созданы определенные образцы ВВТ. Вот, но говорить о том, что аналогов этим образцам нету в мире не существует, ну, это, по крайней мере, скажем так, мягко говоря, преувеличение. А какие из этих образцов, вот, если конкретно сказать, действительно можно считать, ну, достойными внимания, которые можно действительно назвать современными, а что в украинском, в российском военно-промышленном комплексе можно считать слабыми местами, да? Вот, в чем они остались на уровне 20-го века? Ну, это очень объемный будет список. Понимаете, там было несколько таких направлений, скажем так, концептуальных, по которым развивалось вооружение военной техники в Российской Федерации. Вот, ну, скажем так, например, средства воздушного нападения, то есть авиационная техника, ракетное вооружение, в области морских вооружений определенные наработки были. Ну, практически по всем направлениям и сферам военной техники и вооружения проводились работы. Но, я же говорю, на одних они продвинулись там достаточно существенно, например, в области, скажем, ПВО или средств воздушного нападения. На других меньше. Где-то... Рассматривать детально, насколько я понимаю, да? И, возможно, действительно этому нужно посвятить отдельную тему. Да, понимаете, это очень объемная тема такая. Ну, понимаете, если мы сейчас начнем конкретные образцы, говорят, то там две основных тенденции можно выделить. Это модернизация советских заделов, ну, то, что создавалось еще в годы Советского Союза, вот, и продолжение вот этого, вот. И попытки создания чего-то принципиально нового, там, на основе, там, каких-то новых решений. Вот. Все упирается в уровень технологического развития самой страны, то есть Российской Федерации. Вот, в связи с тем, что здесь проблемы наблюдаются у России. Вот. Поэтому говорить о том, что у меня военная сфера, военно-техническая, как исключение, ну, скажем, тут это преувеличение. Ну, смотрите, я вам для примера приведу. Вы толковый хороший автомобиль российский знаете? Нет. Как он там называется? Ну, в сравнении с мировыми лучшими. На котором Путин ездит. Да. Ну, там, Лада Калина, там, Веста. Прекрасно, да. Ну, так и вооружение, военные техники. Вот, например, я вам из области бронетанковой техники... Не, ну, слушайте, вот, на самом деле, давайте откровенно, там, в Северной Корее или, допустим, там, китайским автомобилям тоже могут быть вопросы. Ну, вот, военно-промышленный комплекс вроде там, как более-менее... Да, но китайцы, тем не менее, научились строить автомобили более-менее. Поэтому и, скажем так, это как показатель, критерий технологического развития. То же самое касается вооружений. Вот. Ну, не может страна, которая не может построить нормальный автомобиль, там, например, или компьютер, или, ну, еще какое-то высокотехнологическое изделие в военной сфере демонстрировать уровень выше. Константин, а скажите, пожалуйста, а есть ли у России возможность, вот, в таком случае, продавать оружие или же, как они говорят, делиться оружием со своими партнерами для того, чтобы они отстаивали вот свою эту позицию собственного суверенитета против гегемона? То есть у них есть возможность вот параллельно вести войну и продавать? Ну, конечно, можно, понимаете. А что они будут продавать? Это оружие, военная техника другого порядка. То есть, например, ну, вы можете создать танк Т-72Б3, например, последняя модификация старого советского доброго Т-72. Вот. И продавать его, например, в страны Азии, Африки, где финансовый ресурс, скажем так, у правительства ограничен, где, скажем так, они не могут приобрести, например, Меркаву или Абрамс в последней модификации, или Леопард 2-й. Но если вы поставите два этих танка рядом, сравните их боевые возможности, тактико-технические характеристики, то понятно будет, что российская модификация, последняя Т-72Б3, она уступает западному. Но она тоже касается, например, и самолетов, про F-35, F-22, самолеты пятого поколения. Если вы сомнитесь с существующим в единичных экземплярах Су-57 российским, ну, вообще встает вопрос, а Су-57 это самолет ли пятого поколения, или это все-таки четвертого поколения самолет. Да, элементарные вопросы. Даже если вы посмотрите на качество обработки материалов, которые используются при создании вооружения и военной техники в России, и возьмете любой образец, например, западных, ну, как говорит Путин, которых нет аналогов, вот, то вы, ну, смотрите, два самолета, ну, обработанные рашпилем вручную, чуть ли не по качеству уступающие это самое материалам, это самое, и самолет, который произведен в Соединенных Штатах Америки, например, или в Европе, там, Тайфун или Еврофайтер, ну, это небо и земля, понимаете? Я вам один такой пример приведу. Вы правильно, простите, чтобы мы поняли правильно, если Россия и будет кому-то что-то продавать, это будут модернизированные консервы, правильно, советские? Никаких современных видов оружия Россия не может передавать другим странам. Ну, смотрите, они без технологий западных, развитых стран, не создают продвинутое вооружение. Возьмите тот же танк, который в тепловизионном прицеле, которого используется французская матрица тепловизионная. Ну, то есть, если убрать эту матрицу, то, соответственно, и прицела-то у россиян не будет. Любое высокотехнологическое оборудование, снаряжение, возьмите, у российских военных. Начиная там от планшетов для корректировки артиллерии, радиостанций закрытой связи у разведчиков. Ну, будь что, возьмите, разберите, отверткой откройте, и посмотрите, там процентов 40 – это продукция высокотехнологическая западных стран, то есть основа. Ну, о чем говорит Путин? Константин, вот здесь понятно, вот с качеством понятно, а скажите теперь про количество. Вы очень много, кстати, пишете о ситуации на фронтах, очень детально, подробно, поэтому вы, наверное, должны знать, насколько велики потери вот этой техники, какой бы она ни была, в российской армии, и насколько эти потери, ну, существенны для армии, потому что есть определенный порог потери техники, как и живой силы, после которого армия считается вот уже небоеспособной, ее нужно выводить, там, переукомплектовать, как сейчас в российской армии. Да, это от 40 до 60% личного состава и вооружения военной техники штатной, если подразделение или формирование потеряло, то оно встает в вопросе о уровне ее боеспособности. Вот, в принципе, те цифры, которые задекларированы Генеральным штабом вооруженных сил Украины, они очень близки к действительности, более того, я скажу даже по отдельным категориям, они очень осторожные и очень трезвые, скажем так, эти, они даже, наверное, несколько преуменьшены вот в реальности. Почему? Потому что учет, учет и, скажем так, подсчет потерь и степень влияния на уровень боеспособности формирования российских войск, он пока, ну, затруднен тем, что идут активные боевые действия практически по всему, по всей линии фронта, поэтому там где-то посчитать конкретно достаточно сложно, плюс стороны активно восстанавливают поврежденную и подбитую технику, вот, то есть численность постоянно плавающая, меняющаяся, ну, есть еще там ряд факторов, которые влияют на численность и на объемы вооружения военной техники. Да, ну, я вам просто скажу, вывод какой. Если в России в центрах обеспечения модуляционного развертывания уже начинают снимать танки Т-62 и БМП-1 с длительного хранения, посылая на фронт, ну, то уже целыми комплектами батальонами, вот, перебрасывая, то это говорит о том, что количество и объемы более-менее современной техники, модернизированной, которая была на вооружении у противника, скажем так, в первый период широкомасштабной агрессии, вот, явно уже минимален. Константин, можно просто, у нас заканчивается время, просите, вот, срок, как вы оцениваете, насколько еще России хватит подобной техники, вот этих консерв, которые они могут вскрывать, 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 сколько? Ну, полгода, год, два? По времени я, ну, вам никто конкретно такого не скажет, почему? Потому что потери могут по уровню разниться в разные периоды, вот, в зависимости от интенсивности боевых действий. Но, скажем так, запасы у них значительные, вот, оценку этих запасов, реальную оценку их пригодности к использованию никто не проводил, вы же понимаете, уровень коррупции, там, продажи, то есть, образно говоря, если один танк или два танка из десяти заводятся, которые с базы хранения снимаются, вот, то это считается приемлемым результатом. Остальные идут это как на каннибализм, на запасные части, то есть разбираются в пользу тех, кто может. Говорить о том, что на сколько еще хватит, ну, вы понимаете, сложно это, потому что запасы очень были большие, а никто их объективно реально не оценивает. Спасибо вам огромное. Константин Машавец, военный эксперт, координатор группы информационного сопротивления, был на проекте Фридом.